Все волнения, страхи для конкурсантов теперь в прошлом. Всего несколько часов отделяют их от минуты, которые они ждали целую неделю. Первые четыре дня в соревновании участвовали все 25 педагогов, а в четверг по итогам конкурса была выбрана шестерка финалистов. В ее состав вошли трое учителей из Барнаула по одному из Новичихинского, Рубцовского и Третьяковского районов. Среди финалистов оказался один мужчина, Александр Шишаев. Именно он стал лучшим учителем этого года. Продолжение еще об одном конкурсе по основам потребительских знаний. В Барнауле его проводят в 15 раз. Участвуют только учащиеся 10-11 классов. Эксперты говорят, соревнования организуют по горячим следам, фактически сразу после изученного на уроках. Основу потребительских знаний школьники изучают именно в старших классах в рамках экономики. Конкурс состоит из трех заданий. Тестирование, разбора ситуационных задач, ну и, конечно, визитной карточки. Главная тема всех конкурсных испытаний на этот раз – право потребителя на здоровое питание. Если переводить, будем говорить так, на экономические оценки, то сегодня ущерб ВВП, тоже от нездорового питания, он поставить можно знак равенства между ущербом всех войн, которые проведены с огнестрельным оружием. А насколько хорошо вы знаете Алтайский край и его столицу? У жителей появилась возможность это проверить. Активисты и руководители молодежного движения «Школа жизни» разработали интернет-игру «Логотип Алтая». Любой желающий, независимо от возраста, может проверить себя. В игре более 400 вопросов. Они касаются истории, достопримечательностей, животного и растительного мира, знаменитых людей, а также экономики и спорта. Мы как раз хотели через интернет-игру попытаться ребятишкам прививать любовь и патриотизм к малой родине, к нашему Алтайскому краю. И как раз в этой игре, именно в интерактивном формате сделали, чтобы ребята, играя, могли изучать историю Алтайского края, его географию Алтайского края. Ольга Калачева, Андрей Печоркин, Николай Шилко, информационный канал, Город.